Зеленогорский шоссе Остановить машину она решила о поребрик, но автомобиль вынесло на тротуар с последующим столкновением с ограждением и стойкой светофора. Водитель, виновный в ДТП, себя не считает. Причиной аварии называет отказавшие тормоза. Женщину привлекли к административной ответственности за повреждение элементов уличной дорожной сети. Неисправность транспортного средства в качестве основной причины ЧП сейчас рассматривают правоохранители по итогам происшествия в поселке Репино. В половине шестого субботним вечером по улице Нагорной, дом 1, гражданин, находясь за рулем Infiniti QX80, с парковки на большой скорости въехал в магазин RepoMarket. Пожилая женщина, находившаяся в это время перед входом в торговую точку, от полученных травм скончалась на месте. Infiniti Infiniti зарегистрирован как служебный автомобиль ООО Петербургской энергосберегающей компании Приморского района. За рулем находился генеральный директор. 68-летний мужчина после случившегося на месте не смог пояснить, что произошло. И высказал предположение о неисправности автомобиля. Возможно, заела педаль, и машина сама дала полный газ. Истинную причину теперь предстоит установить сотрудникам ГСУ Следственного комитета по Петербургу. Автомобиль подвергнут технической экспертизе, а также дадут заключение, имел ли водитель техническую возможность избежать трагических последствий. Что касается погибшего человека, то это 79-летняя жительница Колпинского района Петербурга. Ранее в соцсетях пользователи отмечали, что на видеозаписи женщина не выглядит такой пожилой. Однако при ней был обнаружен российский паспорт и информация о возрасте, скончавшейся, опубликована согласно этому документу. Генерального директора из Infiniti арестовали в соответствии с 91-й статьей УПК РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Скоро должно состояться первое заседание суда, где 68-летнему руководителю определят дальнейшие меры пресечения.